Я вам давно не показывала своих цветов. В общем, это цветок с потифилом, или как все уже знают, другое название, это женское счастье. Я этот цветок забрала у мамы. Она мне его дала, говорит, возьми, он неприхотливый, и вроде как цветок какой-то дома есть, пока не будешь ничего покупать. Если что-то понравится, потом себе возьмешь. В общем, я его забрала, и у него были только вот эти листочки. Кстати, сейчас они значительно уже поднялись, и вот этой поросли совсем не было. То есть вот это, это все молоденькие листочки, которые уже у нас здесь появились. Слушайте, я смотрю, я реально как ребенок просто радуюсь. Мне так приятно, что цветок растет, что он у меня не загнулся. И я, посмотрите, что сегодня обнаружила. Он дает стрелу, и у меня будет цветок цвести. Он красиво такой цветет белым цветочками. Я так поняла, что будет он, наверное, вытягиваться, и вот на стрелочке такой длинный будет цветочек. Как я рада! В общем, он у меня везде, где только не побывал. Я его ставила уже и у детей. Но у детей на подоконнике очень жарко, батарея. Паша там на другом месте, на комоде, ему не хватает света. А вот тут в спальне вроде он ничего. Прижился так хорошо. На кухне я его тоже брала, потому что там постоянно окно открываем. Хоть цвета много, но вот здесь вот он вроде неплохо себя так чувствует. Так что вот такой вот у меня уже большой. Были где-то моменты, что вот эти листочки старые я подрезала. Какие-то, ну, видно, были уже такие прям старенькие. Я их подрезала. Но вот смотрите, сколько много выросло молоденьких. Так что я радуюсь. К Новому году у нас вот уже такой бутончик назревает. И теперь моя боль. Просто реальная боль. Это моя пилея. Посмотрите, что с ней стало. Это был такой шарик. Просто вот такого огромного размера шарик. Он разрос. То есть с тех пор, когда мне Максим его привез, он реально очень подрос. Он прям вот действительно в стороны вымахал и в высоту поднялся. И посмотрите, что с ним стало. Получилось так, что он у меня стоял на кухне на подоконнике. А я открывала окно. И были сильные морозы. Я совсем даже... Ну, вообще, у меня вышло из головы, что надо убрать цветы с подоконника. И, видимо, вот как ветер дул, и прям вот эту сторону всю заморозило. Блин, мне так жалко. Я его только собиралась пересаживать. Я и горшок уже для него купила. И земля есть. И все. Я решила, думаю, надо уже взять его пересадить. Потому что ему неудобно в этом горшочке. Земля тут такая не самая лучшая. И все. Представляете, я сначала думала, что он у меня высох. Посмотрел, вроде земля нормальная, не сухая, полила. Если бы он высох, и когда обычно не хватает влаги растениям, если даже они опускаются, то когда вы их поливаете, они обратно поднимаются и приходят в себя. И тут я вижу, что все, он загнулся, и он не поднимается больше. И до меня тогда дошло, что я его просто заморозила. Скорее всего, мне так жалко, девочки. Вы просто не представляете себе. Я не знаю, отойдет он, не отойдет. Я тут уже срезала такие самые-самые плохие, которые уже сухие совсем. В общем, я не знаю, пересаживать его или нет, или что теперь с ним делать. Поднимется он или не поднимется. Тут, конечно, еще есть вот с этой стороны несколько веток, которые, видимо, были подальше от окна и не успели, в общем, не успел мороз их прихватить. Может быть, у вас была такая проблема, когда реально цветочек замораживался, обмораживался. Что делать? Кто знает? Кто у меня цветовод? Я уже с мамой поговорила, она говорит, подожди, посмотри. Если уже какие-то высохнут ветки, их тогда обрезай и потом уже пересаживай, как отойдет. Пока не трогай. В общем, смотрю теперь на него, чуть ли не плакать хочется. Так жалко, правда, он такой вот, прямо такая огромная такая шапка была, такой пушистый. А вообще, кстати, на деле-то, если посмотреть, тут такое вообще... И веточек-то особо нету тут, чтобы, ну, прям реально, да, такой густой. Нет, он такой спокойненький, реденький цветочек. Но за счет того, что очень листьев много, и они большие, создается такой эффект огромного пушистого цветка. Так что, девочки, если вы вдруг знаете, что делать, может, у кого-то пиле есть, напишите в комментариях, в чем мне делать теперь с этим цветком. Выбрасывать, конечно, не буду, жалко. Я хочу все-таки пересадить и буду надеяться на его восстановление, потому что все-таки сын подарил, но у меня рука не поднимется его выкинуть. Ну вот, не знаю, в общем, подожду. Может быть, вы что-то напишите. Одна голова хорошо, а две лучше. Я сегодня делала небольшую, так скажем, ну, не то что ревизию, я просто разобирала свой туалетный столик. Я полностью все вытаскивала, наводила здесь порядок, протирала ящики. Раз в неделю я делаю обязательно такую чистку здесь, в своем туалетном столике. Но, во-первых, надо полезно пересмотреть, что лежит, чем ты не пользуешься убрать. И вообще, как бы, навести порядок в ящиках, мне это тоже важно. И бывает так, что пока открываешь ящик, достаешь что-то, какая-то грязь, пыль попадает. Я не знаю, откуда это все тут набирается, но ящики, в общем, да, протирала сегодня. И пока я разбирала, тут все перебирала, я вспомнила про вот этот вот пигмент, фокалюр, который я заказывала то ли на Алиэкспресс, то ли на каком-то китайском сайте в прошлом году. Здесь 10 грамм в этой упаковке, и это номер 11, если вдруг кому-то будет интересно. И я понимаю, что я давно его не брала в руки. То есть палетки теней я открываю, да, иногда делаю макияж, а про пигмент забыла. Вот почему я, кстати, это еще один факт, почему я не покупаю пигменты, почему я не люблю какие-то такие вот вещи в единственном экземпляре. Потому что, как правило, это все будет лежать. Я же не визажист, я же не каждый день пользуюсь такими, да, средствами. И такие продукты ты не будешь красить на себя каждый день. Но иногда приходит вдохновение, иногда приходит какой-то, в общем, что-то происходит. И вот сегодня тот случай, когда я вспомнила про этот пигмент, нанесла его на глаза, и я поняла, что это обалдеть, как красиво. Ну, вы согласитесь со мной? Посмотрите, как он переливается. Вот эти, кстати, блестки, это вот он и есть. Ну, давайте я закрою глаза, и вы посмотрите. Вот он, пигмент. Нанесла я его сегодня на основу. Ну, как основа? Это вообще жидкий хайлайтер от Makeup Revolution. Ну, за счет того, что он такого поганенького зеленого оттенка, блин, куда его вообще применять, я не знаю. Я его могу наносить только точечно под тональное средство, чтобы чуть подсветить кожу, либо вот как сегодня базу под тени. Ну, потому что этот цвет, я не знаю, куда его. Вот он мне пришел, я его даже сейчас показать вам не могу, чтобы что-то реально красивое сделать. Поэтому я пока экспериментирую и пробую, что можно с ним сделать. И потом уже, когда я решу, как лучше вам его показать, я вам тогда сниму видео с этим жидким хайлайтером. Вещь, конечно, крутая. Но если бы прислали либо в золотой, а либо в бронзовом, либо в розовом цвете, вот тогда бы ему вообще не было бы цены. Это было применение, наверное, для всего. И как пигмент, не пигмент, а как база под тени, как хайлайтер, как румяна. В общем, на миллион можно было бы способов, как применить. Но вот этот зеленый, я не знаю. Вот, так что нанесла я его сегодня как раз на тот хайлайтер. И получается, можно варьировать. То есть, если я сделала бы темную подложку, например, темно-коричневый карандаш нанесла, либо черный карандаш, да, навеку, а сверху бы уже пигмент наложила, он был бы более другого цвета, более такой зеленый, сильно был бы насыщенный, и он выходил бы в этот зеленый цвет. Он такой же хамелеон, это же не какой-то один цвет, он хамелеон. Но этот хамелеон очень-очень-очень красивый. Вот, вот он сыпется. Зараза, вот за этого я не люблю вот эти пигменты. С ними так неудобно работать, все постоянно рассыпается. Все как-то по-корямому у меня выходит. Я вот, когда его накладываю, у меня тут все было в этих блестках. В общем, вот то, что есть на крышечке сейчас, этого хватит накрасить, наверное, шесть глаз. Ну, потому что это очень много. Тут вам просто махнуть пальчиком и разнести, потому что вот здесь вот как бы шарики, да, которые есть, они, ну, как можно сказать, лопаются, и вот этот пигмент у вас растягивается на глазах. И вот тут вот еще целая-целая баночка. В общем, да, красиво, очень красиво. Потом я просто добавила тени, растушевала, нанесла, кстати, карандаш еще в виде подножки и подвела просто контур, сделала реснички, не сделала ничего такого, какую-то очень сильно агрессивную стрелку, не захотела, а именно сделала карандаш. И мне, кстати, очень хочется найти такой же карандаш. Я не знаю просто, где его найти, но хотя бы такой же цвет, не обязательно такую же марку. В общем, я как-то года, наверное, два уже назад тогда искала, ну, знаете, такие типа сувениры небольшие на 8 марта презенты. И в 7 континенте, по-моему, тогда, в общем, мне попался набор, в котором был карандаш для глаз и тушь для ресниц. Вот карандаш остался только номер 102. И вот такое вот непонятное, уже стертое наполовину название. Тушь была какая, не помню по качеству, но карандаш вот этот мне так понравился. Он не чисто черный, он не чисто серый. Это какая-то тоже нереальная красивая цветовая гамма. В общем, тут получается он тоже как хамелеон смотрится. И тёмный серый, и светлый серым, и как-то он так переливается. В общем, мне очень нравится этот цвет. То есть он такой серый, как и, наверное, вот чуть отдающий в металлик, что ли. В общем, наверное, передать всё равно не получится. Вот так вот он выглядит в стике. И вот сейчас у меня именно сделана небольшая такая стрелочка именно этим карандашом. Тут осталось его чуть-чуть. Видите, вообще чуть-чуть. Я прям хочу найти такой же цвет, и я не знаю, в какой марке его искать. Если вы знаете уже, тоже что-то такое пробовали, поделитесь, пожалуйста. В каких марках можно посмотреть вот такой чудо-карандаш? И не чёрный, и не серый, но какой-то мокрый асфальт с металликом. Ну вот, можно, наверное, так его обозвать. Вот, в общем, закончила я макияж вот в таком вот виде, в таком варианте. И мне очень нравится. Я теперь даже знаю, что можно сделать на новогодние праздники. Единственное такое, я не знаю, какую сюда помаду подобрать. Либо тёмное, но, наверное, это будет прям очень и очень вызывающе. Либо что-то такое совсем нейтральное. Но не хочется, чтобы тоже губы сливались с кожей. Ничего, что я тут перед вами так села. Рассказывайте, сама макияж дальше делаю. Как думаете, вот этот подходит цвет? Это Vivienne Sabo матовая помадка, 218 номер. Очень я, кстати, люблю этот оттенок, 218, он ко всему подходит. Тут уже прям половинка. Очень это русский. Сейчас он ещё подсохнет, будет более матовый. Мне кажется, да, такой цвет красивый. Он, кстати, даже перекликается с верхними тенями. Что у меня за тени на веки, кроме пигмента? Пигмент я наложила только на подвижное веко. А сверху я взяла палетку от NYX. Как она мне нравится, девочки. Если вы тоже любите поэкспериментировать с оттенками, возьмите эту палетку. Она вам на все времена, на все случаи. И ежедневный спокойный макияж нюдовый можно сделать чуть более яркое. И выделить складку можно. В общем, смешала вот эти два оттенка. Такой прям совсем какой-то... Это как называется-то? Даже он не коричневый. Вот он коричневый, а этот... Господи, таповый. Вот, забыла оттенок. Таповый вот этот цвет и коричневый. В общем, два смешала, нанесла в складку, растушевала. И потом еще вот этот бордовый темный я чуть нанесла в уголок. И все. Вообще, на самом деле, макияж этот делается, ну, я не знаю, буквально минут за 15. Можно быстренько все нанести. Тут делов-то. И все. Но смотрится не очень нравится. Так что по поводу вот этих вот пигментов, если вы вдруг что-то присматривали, но у вас тоже жаба-души тратится на инглот, то я вам искренне, правда, советую присмотритесь. На Алиэкспресс полно вот этих вот пигментов, именно фокалюр. Вот, поэтому очень-очень крутая штучка. Надолго вам хватит, можете с подружками сразу брать, заказывать, рассыпите потом по баночкам. Но это прям действительно мега круто смотрится. Такой эффект влажных век, при этом они сияют, так красиво по-праздничному смотрятся. Короче, я кайфую. Сейчас еще вечером муж придет, покажусь ему. Спрошу, как ему такой макияж, не сильно ли яркий. А то, знаете, мужчины, некоторые не любят яркие. Ну, наверное, мой уже ко всему привык, потому что он меня видел в любых ярких, без макияжа, нормально относится. Вот, так что вот там. Иногда сядешь тут, и как засядешь, и сидишь тут экспериментируешь. Вообще, наверное, надо потихонечку возвращаться, да, к тому формату, когда я собиралась вместе с вами, чем-то болтала, заодно можно продукты показать и что-то рассказать вам интересное косметическое, потому что все, быт, 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 надо косметику тоже возвращать на канал, как вы считаете. В общем, тоже ваши все пожелания буду ждать в комментариях. Вот, ну, а я пойду такая красивая попью кофейку. Признавайтесь, новогоднее настроение уже у всех есть. В общем, я как могу пытаюсь создать какую-то новогоднюю атмосферу. Конечно, гирлянды, мне кажется, очень сильно в этом помогают, потому что с гирляндами как-то становится все совсем волшебно, сказочно. В общем, вот на прикроватных тумбочках лежат гирлянды с фикс-прайс, вот эти вот металлические шарики. У них очень красивые такие освещения, тени они дают. Вот, покажу поближе. И за счет того, что теплый свет, они очень уютные. И вот даже если ложимся спать, уже не включаем верхние светильники, просто включаем вот эти гирлянды. И вроде есть небольшое освещение, и в глаза ничего не бьет. Они действительно такие очень комфортные, поэтому я думаю, что их реально можно использовать не только в Новый год. Вот эта вот гирлянда большая, которая у меня лежит на кровати, и также я ее пропустила наверху через гирлянду. Это с Алиэкспресс. Такая огромнейшая просто гирлянда. Я даже не знаю, сколько в ней метров. Надо найти этикетку, упаковку, точнее, там, наверное, написано. Я покупала две такие у меня в теплом свете и в холодном. Вот это вот холодное освещение, а теплое у меня обмотано на стеллаже. Вы, кстати, могли видеть, в видео я снимала про белорусскую косметику, и вот на фоне стоял как раз-таки стеллаж. Вот там как раз на этом стеллаже та же самая гирлянда, только с теплым светом. Вообще она очень, конечно, шикарно смотрится. Видны только маленькие огонечки, а сама гирлянда вот выполнена настолько хорошо. Там такая тонюсенькая проволочка, прям вот как лесочка. Ее даже незаметно. Сейчас я вам включу свет и покажу, как я еще тут все обустроила. У меня появилось новое покрывало. Да. Я, в общем, думаю, что вот это как раз мягенькое сейчас, такое уютное покрывало. Оно очень-очень сейчас в тему. Зима. Что-то хочется тепленького, такого уютного. Это у меня с сайта Василек. Отдельное видео тоже на это как раз-таки все изделия. Вот наволочки две мягенькие махрушки и покрывало. Это все из Василька. Качеством вот этого покрывала и этих наволочек я довольна. Вот эти две наволочки я достала. Это у меня с прошлого года с магазина Сима Ленд. И они, опять же, мне кажется, неплохо так вписываются. Вот, и, наконец-то, я прикупила себе вот этот вязанный плед. Мы ездили в Леруа Мерлен, и я увидела его там. И мне кажется, вот это сочетание такого красивого, даже не фиолетовый, а припудренной розы, что ли, какой-то очень такой красивый, благородный цвет. И не сильно кричащий. И я думаю, что много с чем можно будет сочетать. Так, покрывало, я даже не помню, какие размеры у него. 150 на 200, и это 100% акрил. То есть это, конечно, никакая там ни вязка, ни шерсть, ничего подобного. Но, мне кажется, именно для таких деталей, самый тоненький плед обычный, с такой, я бы даже сказала, обычной вязкой косичкой, очень хорошо добавляет уюта. Я, конечно, присматривалась на плед из Икеа, но мы в Икеа так и не попали. Он довольно-таки тоненький. В принципе, под ним можно также и укрыться, поспать, потому что у меня вот Матвей спал в дневной сон, я его накрывала этим пледом, достаточно такой тепленький. То есть выполнен тоже хорошо. Разных расцветок был, был и белый, и чисто красный такой яркий. Но мне показалось, что в нашу спальню вот этот цвет очень хорошо подходит. Сразу говорю, если вы вдруг еще не смотрели ремонтные влоги никакие, то говорю заранее, что тумбы, кровать потом в дальнейшем будут меняться. Это, так скажем, у нас на первое время. Потом мы хотим, конечно, белую сюда мебель, белые тумбы. Вот, а поэтому пока вот то, что есть. Вот, ну, мне очень хотелось вам показать такой небольшой декор, что я сделала здесь у нас в спальне. Вообще на этой стене, именно над зоной кровати, мне очень хотелось повесить какой-то небольшой такой, типа карнизик или, ну, что-то такое сделать, и пустить здесь, ну, не то, что прям, это не ламбрикен называется, как я забыла, ну, в общем, такие две по двум сторонам, тоненькие какие-то прозрачные шторы, ну, как тюль, да, и, не знаю, либо просто стену задекорировать, и там повесить также огонечки. Ну, в общем, я думаю, что это уже будет потом, когда будет стоять совсем другая кровать, и это все будет по-другому смотреться. Ну, на этот год я повесила мишуру, конечно, потом мне хотелось бы что-то другое. Возможно, еловую ветку какую-то сюда искусственную можно также повесить, как-то ее обыграть. Ну, первый год у нас в этой квартире, поэтому, ну, все, что пока, как говорится, получается, потом, конечно, уже на следующий год будет уже более понятно, да, что куда крепить, как это все будет выглядеть. Ну, в общем, вот так, пока все выглядит, я на самом деле очень довольна. Мне очень нравится вот совмещать вот эти текстуры. Хочу показать поближе вам. То есть это вот такой плед, очень-очень мягкий. Он действительно такой очень уютный, и на нем, кстати, очень приятно лежать. Я под ним не спала, то есть я не накрываюсь им, но лежать на нем очень комфортно. Вот эти вот наволочки из той же серии. Конечно, это все быстро набирает пыль, поэтому, ну, хотя бы раз в неделю их обязательно надо простирывать, иначе потом, конечно, пыль на них забивается. И это вот как раз-таки тот случай, когда именно в холодный период, как никогда, просто обалденно вписывается вот такая вот текстура. Ну, а вязка, как мне кажется, всегда добавляет еще больше уюта. В общем, мне нравится. Я тут творю и пытаюсь что-то такое новогодненькое создать. Есть ли у вас настроение? Что для вас создает уют? Какие текстуры? Какие ткани? Я знаю, что многие не любят таких всяких махрушек и отказываются от этого. Мне почему-то тут захотелось поэкспериментировать. Я хотела сначала заказать такие же по цвету наволочки, как и покрывала, но их не было в наличии. Хотела заказать белые, но белых тоже в наличии не оказалось. Поэтому взяла такие кремовые. Они даже не желтые, не лимонные, а такие нежные-нежные. Ванильные какие-то, да. Вот, наверное, ванильные. Для них хорошо подходит. Вот именно описание цвета. Ну, в общем, пока у меня вот так. Сейчас покажу вам еще мой столик, как я его сделала. Именно тоже так немножко задекорировала. В общем, вот такие два ангелочка, которые характеризуют, наверное, нас, наши отношения с мужем. Вот, будем на них любоваться. Поставила сюда на туалетный столик, потому что на прикроватную тумбу пока не могу ставить. Я боюсь, что Матвей даже не взначает. Того не замечая. Может где-то смахнуть. Может быть, там, бесится пока на кровати ногой. Натолкнуть, поэтому очень пока опасно. А она такая вот керамическая, довольно-таки тяжелая. Вот это нам уже такой новогодний подарок сделали. Очень красивый. Так что стоит пока вот тут. Девочки, вы очень многие спрашиваете, когда будет видео о туалетном столике. Я этим вопросом займусь уже после Нового года. Именно вот в празднике. Я думаю, что сейчас, ну, пока это, знаете, будет в этой всесуете в новогодней, будет особо не до видео. Поэтому потом уже, когда будут выходные дни, уже будет время посидеть, что-то посмотреть, уже все будут заходить от праздников. Я думаю, что как раз тогда я и сниму вот это видео и как раз выпущу. Так что подождите еще чуть-чуть. Обязательно вам все расскажу, покажу. Так что вот так вот у нас пока в спальне. Девочки, у вас бывает такое, что вы ложитесь просто прилечь, а потом вырубаетесь на пару часов? У меня вот это вот сейчас какое-то состояние такое. Видимо, предновогодняя суета-сует у меня столько в голове информации. Мой мозг просто закипит, мне кажется, скоро. Подарки всем купи, продумай, для кого есть, для кого еще нету. Их надо еще упаковать. Надо продумать меню новогоднее. Нужно посмотреть продукты, какие есть, что еще не хватает докупить. Короче, это просто. Вчера был целый день какой-то сумасшедший. С утра елка. Утренник у младшего в саду, потом после обеда у старшего в школе тоже там огонек в них. Короче, я вчера носилась как ненормальная. И вообще вот эти вот последние дни, какие-то вот, ну, правда, сумасшедшие. Я сегодня осталась дома. Я думала, сяду для вас, поснимаю видео. Те, что у меня еще остались, ну, вот, да, не отснятые. Я не смогла, девочки, просто не смогла. Я легла, и меня на два часа вырубило. Видимо, вот эта вот усталость накапливается, накапливается, и потом она дает о себе знать. Я не знаю, я вот сейчас только что проснулась, у меня Максим пришел со школы. И я проснулась, сейчас вот буду оставить обед, его кормить. Ну, я уже поставила. Вот, сейчас пообедаем с ним. И все, и понимаете, тут всего лишь пару часов, и мне уже идти за младшим. У меня день сегодня вообще просто в пустую. Я сейчас еще хочу померить давление. Что-то мне кажется, может быть, у меня давление, может быть, погода меняется. Не знаю, но у меня состояние такое просто, правда. Сейчас, секунду. Купил, кстати, себе электрический тонометр. Муж попросил, он купил в аптеке. Потому что с моим давлением, как оно любит скакать, особенно по погоде, и мне это очень-очень нужно. Сейчас посмотрим. Да я вот себя просто чувствую, я легла вот эти два часа, поспала, и я хоть человеком себя чувствую, потому что иначе, если бы мне просто заставлять что-то себе делать в таком состоянии, я к вечеру совсем вообще упаду. 106 на 70. Обычно 110 на 70, но нет, не особо упала. Видимо, все-таки, да, усталость у меня накопилась. Сейчас я сниму, подождите, эту штуку. Усталость, видимо, просто накопилась, и я уже чувствую, что все, я бесил. Я ложусь там где-то в час, в два ночи, пока это все доделаю, там все свои дела. Потом в 7 стою, поднимаю одного, второго, бежим в сад. Какие-то просто ужасно суетливые дни. И потом приходишь домой, начинаешь тут что-то там крутить, вертеть. Я вчера пришла домой, тоже думала, немножко отдохну, потому что вот прошлая неделя у меня была просто какая-то ненормальная. Я носилась по магазинам, я все уже докупала, что мне не хватало. И то есть дома я практически ничего не успевала делать, ну, в плане там запланировано что-то тоже, видео отснять, там белье элементарно погладить. А вчера пришла, думала, ну вот, есть у меня свободное время, да, дома наконец-то, я никуда не бегу, и могу, ну, какие-то дела поделать. Как вы думаете? Я нашла себе новое занятие. Я себе сделала в дверной проем гирлянду еловую. Не знаю, мне захотелось, но в итоге, опять же, я проковыряла с ней полдня, пока я ее повесила, пока я все распрямила, пока я ее там полностью сделала, как мне надо. Разровняла, распушила, потом пока нарядила. И опять же, я только освободилась уже после обеда, пообедала с Максимом и погнала за Матвеем. Ну, то есть, это вот я говорю, просто такие дни. А сейчас все, вот я сегодня уже выспалась, я понимаю, что что я уже вот тот недостаток сна, доспала, поэтому сегодня буду по максимуму переглажу все белье. Завтра, кстати, завтра, пока детей не будет, я упакую подарки. Вы, кстати, как это делаете? Пока детей нету, вы их отсутствие упаковываете? Или как это все происходит у вас? Это, знаете, вообще такая, наверное, идет уже с детства история. Я помню уже, когда стала постарше, и хоть вроде верила в Деда Мороза, но я уже знала, где лежат подарки. И я уже втихаря, мы сеструхой лазили там по шкафам искали, где они спрятаны. Бывало, только что находили, а потом себя винили, думаю, блин, зачем мне я посмотрел? Уже неинтересно. И как-то потом, знаете, зареклись, что уже лучше не будем смотреть, потому что реально потом никакого интереса уже нету к этим подаркам. Вот у меня также такая ситуация. Все лежит в шкафу, ждет своего часа, когда детей не будет, и я это все красивенько упакою. Вот. Но я думаю, так у многих у нас какого-то прям места нет специально отведенного для этого, поэтому мы все складируем в гардероб. И все вот так вот, девочки, да. О, кстати, я хотела, знаете, что сказать? Вот этот пледик, да, акриловый, он такой теплый оказался. Вот он хоть вообще тонюсенький, тонюсенький. Я его покупала в Леруа, но он так греет. Я вот сейчас завернулась в него и под ним спала. Очень тепленький. Прям очень-очень классно. Так что, если вы тоже искали в себе такой вязаный пледик, в Леруа есть. Мне кажется, даже они дешевле в Леруа, чем в Икеа. Ну, здесь опять все зависит от размера. Так, ладно. Кстати, знаете, что еще заметила? Перед Новым Годом какая-то стала, видимо, суета у всех, и резко упали просмотры. То есть, наверное, людям вообще не до видео, особо не до каких, потому что вот все в этой суете, все в этой беготне, последние денечки. И да. И то же самое, кстати, будет и в этом. В Новый Год. Ну, именно в сами праздники тоже. Не будет ни у кого особо желания смотреть какие-то видюхи. И все будут. Все будут где-то. Вот. Поэтому начинается такой немножко затишье в плане видео у блогеров. То есть, какое бы ты видео ни снимал, то есть, вот эта вот актуальность за неделю до Нового Года и потом, наверное, все вот эти праздники как-то затишье. И что-то не снимай. Как-то остается особо без просмотров. Вот. Ладно, девочки, пойду я готовить обед. готовить обед. Обедом уже там готов. Пойдем мы обедать. И, может быть, хоть что-то еще успею поделать и пойду уже с матюшкой. Я вам покажу сейчас свою арку, как у меня вышло. А то сказать-то сказала, показать не показала. В общем, вот такая вот еловая арка у меня вышла. У нас здесь небольшой проем, так как у нас нету двери на кухню, у нас есть проем такой, да, он всего 75 сантиметров, но даже в такой не широкой арке очень эффектно смотрится вот такая еловая ветка. Это действительно гениально, потому что я бы сама не додумалась. увидела у девочки в инстаграме и мне очень захотелось повторить и воплотить у себя в квартире нечто подобное. Так как мы ездили в Леруа, в общем, взяли в Леруа вот такую вот еловую гирлянду, она идет 2,70 у нее длина и у меня есть штанга. Штанга самая-самая такая обычная, вот здесь вот металлические, по краям беленькие такие пластиковые ножки, да, и вот она раздвижная, можно регулировать по длине, я, то есть, отмерила нужную мне длину, закрепила и потом просто наматываю эту гирлянду на штангу, закрепляю ее в дверном проеме и потом начинаю разбирать уже все веточки, как мне нужно, как красивее мне кажется будет смотреться и затем это все дело украшается. Можно разные вообще придумать сюда, конечно, игрушки и различные подвесные какие-то сосульки, ну вообще вот все, что ваше душе угодно, как вы захотите, я просто использовала все игрушки, которые у нас в этом году не пошли на елку, то есть какие-то те, что либо по цвету не подходят, либо те, что ну просто не захотели вешать на елку, вот они сюда, кстати, очень даже неплохо поместились. Это мы сейчас стоим со стороны коридора, то есть перед входом на кухню, а с другой стороны немножко она по-другому смотрится, я вам сейчас ее и с другой стороны тоже покажу. Вот так вот выглядит арка со стороны кухни, здесь она получилась у меня такая более нарядная, то есть больше игрушек, а там уже на той стороне у меня поменьше, потому что уже практически нету игрушек, у меня не осталось, все, что было, все вот использовала на эту гирлянду. По арке я спустила вне с веточки, мне кажется, так более красивее и более объемнее так смотрится. Вообще, конечно, вы можете украшать по собственному желанию, можно добавить сюда более висячих каких-то сосульки или какие-то вот такие, как знаете, есть игрушки вытянутой формы, очень тоже будет красиво смотреться. Если у вас есть дома вот такая вот еловая гирлянда длинная, очень многие украшают ею камины, либо на длинный такой большой высокий комод кладут, вот можно еще дать второе применение и накрутить ее на штангу и получится такая замечательная арка еловая. Но мне очень понравилась эта идея, поэтому я, конечно, с большим удовольствием тут творила. Единственное, еще раз скажу, что это требует очень много времени, то есть я думала, что справлюсь намного быстрее, но оказалось, нет. Где-то полдня я потратила на то, чтобы вот это все оформить. Можно еще красиво ее расправить, спрятать штангу, ну, в общем, это требует своих затрат, но я думаю, что смотрится, конечно, это все очень-очень красиво. Оценили и детки, и муж, когда пришел с работы, им очень понравилось, так что, если вдруг у вас есть пустая арка, может быть, у вас есть как раз-то проход, где есть эта пустая, пустующая арка, а вам хотелось бы как-то заполнить это пространство, вот, пожалуйста, очень хорошее решение и красиво, и по-новогоднему, и придает какой-то особый такой красивый потрясающий вид.